Ре. Вис Этерс Ирте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я работаю и изучаю биологическую стабильность воды. То есть это такой термин, который обозначает, что если вода биологически стабильная, значит в ней не размножаются микроорганизмы, бактерии. И чтобы достичь биологическую стабильность в распределительной сети, это обычно достигается двумя способами. Один из старых способов – это хлорирование или другой вид дезинфекции. То есть просто на бактерии идет воздействие, они умирают и туда ничего больше не попадает. И сейчас есть другой подход. И другой способ, как предотвратить размножение микроорганизмов в воде – это постараться как-то убрать питательные вещества, которые могут содержаться в воде. Потому что бактерии могут размножаться только если им есть что кушать. И результатом моего недавнего исследования стало то, что хлорируя воду, убивая эти бактерии, мы разрываем оболочку бактерий. И из них выделяются молекулы, которые нужны для жизнедеятельности бактерий. Они попадают в саму воду, и выжившие бактерии, они могут их использовать как питательные вещества для размножения. То есть мы усугубляем ситуацию, вместо того, чтобы наоборот предотвратить распространение бактерий? Это сложно сказать. Все зависит от изначальных условий. Все случаи индивидуальны. Получается, что хлорировать бессмысленно? Ну, не совсем. Нельзя сказать, что хлорировать бессмысленно. Все зависит от ситуации, от конкретного качества воды изначально. То есть есть страны, где если не хлорировать, то будут очень плохие последствия, потому что качество воды изначально плохое, его нельзя до нужного уровня очистить. И, например, если это жаркие страны какие-то, то риск того, что бактерии будут размножаться, намного выше. Поэтому нельзя сказать, что нельзя хлорировать вообще. А что можно сказать о качестве нашей воды, вот об этом изначальном, том самом? Я считаю, что Латвия – это одна из тех стран, где можно рассуждать о том, чтобы хлорирование прекратить. Потому что большая часть латвийских городов, зданий, которые подключены к центральному водоснабжению, они получают воду из подземных источников, из скважин. В Риге еще используются наземные источники, это река Далгова, которая проходит очень хорошую очистку. И риск того, что там будут какие-то патогенные бактерии, и то, что они будут размножаться, они минимальны. То есть мы перестраховываемся, хлорируя воду? Мы перестраховываемся, да. Но на самом деле дозы хлора все равно, они очень маленькие даже в нашем случае. Алина, получается, что воду можно пить даже из-под крана? Можно и нужно. И нужно прямо? Нужно перестать бояться пить воду из-под крана. Этот стереотип, что воду из-под крана пить нельзя, это, в принципе, на уровне страшилок, которые передаются поколениями, соседями, какими-то слухами. Конечно, есть отдельные, может быть, дома, где действительно есть проблемы, да, где, может быть, совсем плохие трубы или что-то. Но по большей части вода, которая подается в город, ее можно пить. Но вкусовые качества воды в разных городах различаются. Допустим, в Юрмале вода совсем другая из-под крана? Ну, естественно. На вкус очень многое влияет жесткость воды. Говорят, что жесткая вода, она вкуснее, чем мягкая вода. А что это вообще за категории жесткости, мягкости воды? С чем они связаны? Почему есть вода жесткая, а есть мягкая? Ну, вот мягкая, правда, не очень приятная. Ты ее смываешь, смываешь, а она как будто не смывает ничего. Это может быть вода с мылом просто, а не вода? Ну, вот ощущение, как будто руки действительно мыли. Ну, это обусловлено ионами металлов, кальция и магния. И чем их больше, тем вода тверже. Эта твердая вода, она не несет никакого вреда для организма или чего-то. Это, в первую очередь, неприятно и может ввести к проблемам нагревательной техники, чайники, утюги, бойлеры. Но жесткая вода, в этом нет ничего плохого, и пить ее можно. Так ли нужны нам фильтры для воды? Те самые популярные, которые есть у многих из нас дома, или это всего лишь маркетинговая уловка? Ну, это тоже такой вопрос двоякий. Хуже от них не будет. Но, как я уже говорила, у нас вода хорошая, которую можно пить прямо из-под крана. То есть необходимости использовать фильтр такой нет. Опять же, я понимаю, что для многих людей кто-то просто психологически не может переступить этот барьер, взять стакан и набрать воды из-под крана. В таком случае, да, лучше, может быть, поставить фильтр. По крайней мере, люди будут пить воду вместо того, чтобы ее не пить вообще. Потому что по опыту своих, например, знакомых, я считаю, что в Латвии люди пьют очень мало воды. Вот просто чистой сырой воды люди практически не употребляют. Ну, вот говорят, что кипяченая вода, как альтернатива в воде из-под крана, ту, которую мы действительно пьем, кипяченая вода, что в ней практически нет никаких полезных ни веществ, ни микроэлементов, которые есть в воде, которые вот у нас в кране течут. Абсолютно верно, потому что с водой человек получает очень много микроэлементов. При кипячении они оседают, их больше нет. Кипячение воды оправдан только в каких-то экстренных случаях. То есть, если вы не знаете, например, источник воды, потому что то, чего мы добиваемся кипячением, самое главное, это опять-таки уничтожение бактерий, часть которых может быть вредными для организма. Если этого риска нет, если у человека все в порядке с иммунной системой, то нет смысла кипятить воду, охлаждать ее и пить. С водой, я думаю, разобрались. Давайте поговорим о науке. А каково это быть ученым в Латвии, Алина? В первую очередь, это интересно. Да, для меня моя научная жизнь, она мне открыла многие двери. Я вообще открыла науку заново. Я не могу сказать, что я мечтала быть ученым с детства. Для меня я вообще не понимала, кто такие ученые. Все, что я представляла себе, это, наверное, какие-то тесные лаборатории, пыльные пробирки. Белый халат. Белый халат. Белый халат и сейчас, конечно, есть. Это одно из главных условий. Но наука казалась чем-то таким скучным и нудным. Нужно быть каким-то супергением. Таких людей, там, три человека на планете. Поэтому для меня было абсолютным открытием, когда я узнала, что у нас люди этим занимаются. Занимаются вполне успешно. Делают открытия, публикации. И было очень интересно поработать с этим, встретить новых людей. И вообще по-другому начать мыслить. А у нас, судя по всему, есть звонок от наших телезрителей. Добрый вечер. Сладой, значит, мы не разобрались до конца. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, если вы нас слышите. Да, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос по поводу... Сейчас очень распространена такая бактерия регионелла. Со смертельным исходом даже. Вот что могут пояснить по этому поводу? Спасибо вам. Да, я в курсе этой проблемы. Я не могу сказать, что я занимаюсь конкретно едескальнально, но это очень хороший вопрос. Да, регионелла, она существует. Она существует. Это проблема, в первую очередь, во всем мире. Проблема с регионеллой заключается чуть-чуть в другом. Заболевание, которое она вызывает, мы его получаем не при употреблении воды в пищу, не тогда, когда мы пьем воду. Мы заболеваем легионелл, легионелиозом, при вдыхании капелек пара. То есть легионеллы, они живут чаще всего, например, в душевых головках, в душевых трубках, в кранах. И когда мы открываем кран, до этого они спокойно себе жили, развивались. И вместе с парами, с капельками воды, мы их вдыхаем, естественно. И таким образом это переходит в, я не знаю, это называется тоже пневмония, но очень похожее заболевание, которое может закончиться летальным исходом. Ну что же, спасибо вам большое за беседу. Да простят нас наши телезрители. Мы знаем, что у нас оказывается телефонная линия раскалена, очень много звонков. Мы предлагаем все еще раз продолжить, правда? Да, мы обязательно продолжим. Алина Нищерецкая, молодой ученый, исследователь лаборатории воды РТУ. Будем надеяться, еще не один раз придет в нашу студию. Продолжим разговор о качестве воды. Сейчас прервемся на короткую паузу о том, что вы увидите далее в нашей программе. А далее поговорим об искусстве.